Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня заключительное занятие семестра в университете рабочих корреспондентов. Тема занятия «Диалектика познаний и преобразований мира». Ведет занятие кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Литов. Здравствуйте, дорогие товарищи! Действительно, сегодня у нас занятие, посвященное диалектике. Мы к вопросу специфический по диалектике здесь обращались много раз. Специально и в каждой лекции, так или иначе, вопросы, связанные с диалектикой, с необходимостью изучения, с применением диалектики, возникали на лекциях в университете рабочих корреспондентов. Ну и сегодня я предлагаю обратиться к вопросу о том, зачем же нужна диалектика и как нам она помогает в познании и преобразовании мира. Почему этот вопрос является актуальным и важным сегодня? На самом деле, если мы обратим внимание вокруг, то человечество за последние годы, ну или, скажем, последние столетия, достигло достаточно больших успехов в точных науках. Мы видим, как развивается математика, как развивается физика, вроде как летают ракеты уже, мы готовы лететь на другие планеты, развивается наука химия и так далее, и так далее. И много, огромное количество точных наук получило свое развитие за последние десятки и сотни лет. И вроде бы эти науки основываются и опираются на формальную логику, на аристотельскую логику. Ну и как бы, казалось бы, да, зачем нам нужно что-то еще, прорывные успехи во всех направлениях. И вроде как все хорошо, давайте изучать формальную логику, и больше ничего не нужно. Ну вот получается так, что самое сложное движение, которое, одно из самых сложных форм движения, которое существует, общественная форма движения, она не может быть познана при помощи формальной логики. Ну и, соответственно, если она не может быть познана, она не может быть никак освоена и подчинена человеку как таковому. О чем здесь идет речь? Если мы применяем формальную логику к развитию общества, то никаких более-менее современных концепций, которые описывают общество, мы не получим. А почему так получается? А так получается в связи с тем, что формальная логика в себе имеет некий такой барьер, который ей не прийти. Барьер связан с тем, что формальная логика, когда встречает противоречие, она останавливается, и дальше этого противоречия не идет. А в действительности оказывается, что в нашем мире все противоречиво. Любой предмет, который мы возьмем, он противоречив, и, соответственно, противоречие является основанием для любого движения материи. А раз противоречие является основанием для любого движения материи, следовательно, и в движении общественной формы материи, движении общества, противоречие играет основную роль. И для того, чтобы понять и разобраться, как движется общество, нам необходимо изучать противоречие. Ну и, как я уже сказал, формальная логика нам никаких ответов по поводу противоречия не дает. Если вы вспомните формальную логику, скажем, как математика доказывает различные теоремы, делается некое утверждение, когда приходят к противоречию, говорят, что мы пришли к противоречию, значит, исходное утверждение неверно. То есть, либо действует закон исключенного третьего, либо А, либо не А, а третьего ничего нет. Диалектика утверждает о том, что надо рассматривать обе стороны и противоположные им утверждения, и брать их, более того, в единстве. Для того, чтобы привести примеры того, как диалектика работает в познании общественных форм движения материи, мы можем рассмотреть различные способы производства. Но если мы говорим о капиталистическом способе производства, то противоречия, которые присущи капиталистическому способу производства, раскрыты в капитале Карла Маркса. Карл Маркс раскрывает те противоречия, которые появляются при капиталистическом способе производства и указывает на то, как они разрешаются, эти противоречия. Причем он не просто выхватывает эти противоречия в различных категориях, а движется последовательно. И в капитале Маркса всегда, если мы будем смотреть движение, которое рассматривается в капитале, мы всегда увидим, что тот предмет, который рассматривался на предыдущем этапе, он же и рассматривается на следующем этапе. То есть, есть последовательное движение, развертывание категорий одной в другую. Ну и если мы говорим об противоречии и о диалектическом описании различных форм движения, то нам нужно указывать не просто выхватывать то или иное противоречие в мире, но и указывать на движение, рассматривать систему этих противоречий. И то, как эта система противоречия развивается от самого абстрактного противоречия, то есть от начала, к результату, к наиболее конкретным формам противоречия. И не только к конкретным формам этого противоречия, но и тем формам, в которых эти противоречия разрешаются. То есть, вот если мы говорим об общем движении диалектическом для познания мира, нужно действовать следующим образом. Указывать основное противоречие, например, противоречие способа производства. Указывать, какие противоречия являются более конкретными, выводимыми из этого противоречия. И каждый раз указывать на то, каким образом эти противоречия разрешаются в ту или иную сторону. А что здесь значит в ту или иную сторону? Речь идет о том, что вообще движение общественной формы материи, вообще движение любой материи, оно определяется в такой категории, как развитие. То есть движение простого к сложному, низшего к высшему. И поэтому, когда мы говорим о разрешении противоречия любого, то можно говорить о том, что есть разрешение в... Да, и это развитие, оно также противоречиво, естественно. В нем есть два момента, противоположных движения в одном движении. Одно движение, которое называется прогресс, и которое совпадает с направлением движения развития. И второе движение – это регресс, которое противоположно этому движению. Ну и вот когда мы говорим о противоречии, мы должны говорить, как противоречие разрешается в обществе в сторону, в направлении развития. То есть, либо в прогрессивную сторону развития, либо в регрессивную сторону в том же самом развитии. И мы говорим про одно и то же движение в этом случае. Давайте мы сейчас пока не будем останавливаться на капиталистическом способе производства, а рассмотрим социализм и те противоречия, которые этому социализму присущи. Значит, как мы знаем, социализм появляется из капитализма. На определенном этапе развития капитализма происходит социалистическая революция. Устанавливается диктатура пролетариата. Рабочий класс берет власть в свои руки. И с этого момента начинается переходный период от капитализма к социализму. То есть, к коммунизму в первой фазе. И чем этот переходный период может быть характеризован? Он характеризован тем, что мы имеем в экономике, в экономической жизни общества несколько укладов. Которые соседствуют друг с другом. И которые можно рассмотреть. Если мы говорим об октябрьской революции в России. То после революции существовало пять укладов. Но нас в основном интересует социалистический уклад. Что это за уклад? Это уклад, который в себе несет вот это ядро общественной формы на средства производства. То есть, общественных средств производства. Причем не обо каких общественных средств производства. А именно средств производства об обществленных и подчиненных плану. Социалистическому плану развития. Рядом также с социалистическим укладом существует капиталистический уклад. Это уклад, который непосредственно наследуется, остается из капитализма. В нем работают все те же самые законы. И он развивается по капиталистическим законам. Это законы товарных отношений, закон товарного производства. Также есть мелкобуржуазный уклад. Есть уклад, так называемый госкапитализм. Это в данном случае предприятия, которые уже национализированы. То есть они обращены в общественную собственность в форме государственной собственности, но еще не подчинены работе по социалистическому плану. То есть они принадлежат государству диктатуры пролетариата, но работают еще по старому. Так вот, в этих укладах они взаимодействуют друг с другом, борются друг с другом. И этот период с точки зрения дилектической можно описать как становление. То есть категория становления говорит нам о том, что есть моменты прихождения. Прихождение чего? В данном случае капитализма. И возникновение. Возникновение чего? Опять же социализма как коммунизма в первой фазе. И вот эти разные уклады выражают собой вот эти моменты в становлении. В какой-то момент социалистический уклад побеждает. Побеждает чисто экономическими методами. И он становится решающим. То есть на лицо имеет место решающий социалистический уклад. В этот момент появляется наличное бытие социализма уже в экономике. И вроде как можно сказать, что в этот момент социализм уже построен. И дальше начинается развитие социализма на своей собственной основе. Вот так вроде все хорошо. Социализм появляется. И он дальше развивается на своей собственной основе. Но в чем тут хитрость заключается? Нам нужно указать на противоречие. Ведь все противоречиво. И какое противоречие в социализме мы можем различить основное противоречие, которое определяет все движение социализма и его развитие в полный коммунизм. А противоречие это заключается в том, его можно вывести чисто формально из определений. Социализм это первая фаза коммунизма. Коммунизм характеризуется общественной собственностью на средства производства. Так вот, социализм как неполный коммунизм обладает, характеризуется тоже общественной собственностью на средства производства. Но это не такой коммунизм, который развился на своей собственной основе. А такой коммунизм, который только вышел из капитализма. И произошло вот это, после становления произошло снятие всех моментов, которые были в становлении. Снятие всех укладов в становлении. И, как мы знаем, категория снятия означает отрицание с удержанием. То есть, в социализм попадают все те моменты, которые были присущи капитализму. Именно поэтому социализм Маркс характеризует как коммунизм с родимыми пятнами капитализма. И вот эти самые родимые пятна капитализма, они являются на самом деле, если говорить с точки зрения противоречий, они являются отрицанием социализма в самом социализме. То есть, это, опять же, на уровне переходного периода мы имели рядом положенные уклады, которые прямо как бытие переставали перед нами. А теперь совершенно другая картина. У нас есть коммунизм в первой фазе как целое. И в нем есть небытие, которое осталось от тех предыдущих укладов. То есть, это небытие является определенностью этого коммунизма. То есть, это не просто абы какой коммунизм, а коммунизм с определенностью. И эта определенность, как мы знаем из диалектики, определенность – это отрицание. И вот в этом коммунизме в первой фазе есть отрицание его самого в нем самом. Итак, что получается из этого? Вроде как получается, что коммунизм в первой фазе предстает перед нами как такой двойственный сначала. То есть, коммунизм, который соответствует коммунизму, коммунизм в положительном смысле. И коммунизм, который противостоит коммунизму. То есть, эти самые родимые пятна коммунизма. Но это тот же самый коммунизм. То есть, мы говорим об одном и том же. При этом, вот этот момент, который является положительным коммунизмом, который ведет его в полный коммунизм на основании самодвижения и собственного развития. Он отрицает момент родимых пятен. Он борется с ним. А если он отрицает, значит, он и содержит этот момент. То есть, получается, что есть противоположные стороны коммунизма, которые находятся в единстве. И каждая из этих сторон содержит другую. И таким образом мы получаем не просто противоположность, а противоречие уже. То есть, происходит единство и борьба противоположностей. Ну, или, как говорит, если мы обратимся к Гегелю, противоположность – это исключающая рефлексия. То есть, оба момента и определяют друг друга, и исключают оновременно. В этом противоречии. Итак, мы разобрались, что если мы говорим о социализме, вот в самом начале нашего рассмотрения, движения рассмотрения социализма, противоречие социализма выступает в форме, в такой самой простой, в самой абстрактной форме, как противоречие между коммунистической природой социализма и отрицанием коммунизма в себе, связанным с его выхождением из капитализма. Вот это основное противоречие, на котором мы можем показать, как раскрываются и развиваются другие противоречия социализма. Ну, и что это значит? Что это значит, когда мы указали вот это противоречие основное? Что про него можно сказать? Как я уже говорил, любое развитие идет через борьбу противоположностей. То есть, когда мы будем говорить про социализм, мы всегда будем иметь в виду, что борются вот эти два противоположных момента. Момент движения к полному коммунизму и момент отрицания коммунизма в себе самом. То есть, усиление коммунистической природы социализма, ослабление, в некотором смысле преодоление отпечатков, выхождение его из коммунизма. Это генеральная тенденция в социализме, которая определяет перерастание социализма в полный коммунизм. И вторая тенденция, которая всегда будет присутствовать в социализме, это усиление отпечатков старого капиталистического строя и ослабление коммунизма как такового. При этом, вот эти две противоположные тенденции, они наряду с объективными факторами, можно сказать, что вот эти противоположные тенденции борются и можно наблюдать. Они сами борются, они будут бороться. Есть необходимость объективная, чтобы они боролись друг с другом, но при этом есть и субъективный фактор. А именно, ведь борются эти тенденции в том числе, и мы это будем говорить чуть попозже, происходит классовая борьба. И вот этот субъективный фактор классовой борьбы, то есть борьбы за перерастание социализма в полный коммунизм, борьба эта ведется организованная, должна быть энергичной, с максимальным напряжением, и вот это противоречие должно разрешиться, вообще говоря, борьбой. Ну вот нам нужно понять, какая борьба должна вестись, чтобы социализм переходил в полный коммунизм, и как, по каким направлениям, и какие моменты должны быть отмечены, для того, чтобы это действительно происходило. И что мы можем сказать, что действительно социализм движется в полный коммунизм, или идет обратная тенденция, и происходит переход от социализма к капитализму. Ну и когда я сказал про этот субъективный фактор, понятное дело, что ведет его на самом деле все социалистическое общество, во главе которого под производительством класса, рабочего класса, но здесь важно отметить, что эта борьба должна вестись сознательно. То есть, если происходит отказ от борьбы, что произошло на самом деле в какой-то момент в Советском Союзе, то есть сознательный отказ от борьбы приводит к тому, что тенденция регрессионная, она объективно присутствует, она объективно присутствует в социализме, и она сразу же начинает доминировать и побеждать. То есть, отказ от борьбы, от классовой борьбы при социализме означает, что мы передаем всю полноту власти в руки регрессионной, реакционной, отрицательной тенденции и ведем дело к восстановлению реакции, то есть в данном случае восстановлению капитализма. Ну и на самом деле именно этот момент подчеркивает Владимир Ильич, когда говорит, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескромная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. То есть, когда мы говорим о диктатуре пролетариата в период социализма, мы должны иметь в виду, что под руководством рабочего класса ведется непрерывная классовая борьба. Ну давайте пойдем дальше и посмотрим, какие более конкретные формы вот это первое противоречие принимает при социализме и в каких конкретных формах борьба должна вестись. Формы эти следующие. Значит, если мы рассмотрим социалистическое производство, то про него можно сказать, что это производство является нетоварным. Оно является непосредственно общественным. Эту мысль подчеркивал Энгельс еще в работе Анти Дюринг. Он указывал, что социалистическое производство является прямо противоположным капиталистическому производству. То есть, является нетоварным и, соответственно, основным законом при социалистическом производстве не является закон стоимости. А что это значит? Если производство нетоварное, то значит, не происходит обмена произведенного продукта. То есть, все законы, которые получали свое движение в капиталистическом способе производства, в том числе закон стоимости, который реализовывался через обмен, здесь эти законы не работают. А поскольку производство непосредственно общественное, оно должно быть подчинено планомерному планированию и планомерно подчинено общественным интересам. Если мы говорим о товарном хозяйстве, то товарное хозяйство, ну или товарное производство, это обособленность производителей, она характеризуется обособленностью производителей, то есть, каждый производитель производит некий товар, который выносит на рынок для обмена. А при социалистическом производстве товарность является лишь моментом обособления ассоциированных производителей. То есть, при социализме производители уже ассоциированы друг с другом, они работают в кооперации друг с другом, их деятельность подчинена общественным интересам, при этом, поскольку все равно есть этот отрицательный момент, который называется товарностью, он остается из капитализма. И таким образом в производстве, в экономической жизни, вот это первое самое противоречие, самое наиболее общее противоречие получает свое развитие и более конкретную форму выражения, как противоречие между общественным характером производства при социализме и товарностью. Соответственно, чтобы разрешать это противоречие по линии прогресса, необходимо все время утверждать общественный характер социалистического производства. И бороться с моментом товарности в производстве. В частности, с моментом товарности, который проявляется, ну, как, если мы говорим, что это наследие капитализма, при котором каждый товаропроизводитель производил свой товар и, в общем-то, его интересовала в основном стоимость этого товара. То есть, что он может получить за этот товар, не что он произведет, а что он может получить за этот товар. То здесь речь идет о том, что товарность – это как раз попытка взять от, вот в этой социалистической кооперации, взять, откусить от общего пирога побольше и дать обществу поменьше. Идем дальше. При социализме нас будет интересовать вопрос, связанный с классами. Надо разобраться с тем, что происходит. Мы сказали о том, что социализм выходит из капитализма. Капитализм – это классовое общество. Что происходит, как модифицируются классы при социализме. Ну вот, на самом деле, поскольку социализм – это первая фаза коммунизма, а коммунизм – это бесклассовое общество, то при социализме классов тоже нет. Но при этом не все классовые различия еще преодолены. То есть, как получается, антагонистических классов нет, они уничтожены. То есть, класса капиталистов, как такового, нет. Да, рабочий класс, он остается как класс, но антагонистического класса к нему нет. Но при этом остаются классовые различия. Чем они характеризуются и в чем выражаются? Они выражаются в том, что существуют различия между городом и деревней. Существует различия между людьми физического и умственного труда. И вообще говоря, можно сказать, что и при социализме рабочий класс как таковой, то есть, рабочие, они получают, ну, их условия жизни, по сравнению, скажем, с другими слоями уже в социалистическом обществе, они находятся в наиболее худших условиях по-прежнему. По сравнению, если их, например, сравнивать с интеллигенцией, то есть, все классовые различия, которые есть в определении классов, они еще не преодолены. А если не преодолены все классовые различия, то это значит, что в обществе имеет место так называемая мелкобуржуазность. То есть, такая линия экономического поведения членов общества, которая во главу угла ставит не благо всех трудящихся, а увеличение своей личной собственности. При этом, на самом деле, поскольку мы говорим, что антагонистических классов нет, то эта мелкобуржуазность так или иначе присуща всему обществу. Вот как получается. Мы всегда говорим, что в противоречии две стороны, они находятся в единстве. И эта мелкобуржуазность и противоречие между бесклассовой природой коммунизма и еще не полностью преодоленными классовыми различиями, она присуща всему обществу. Соответственно, всем членам общества. Идем дальше. Рассматриваем, как развиваются в дальнейшем противоречия. Каким образом рабочий класс может обеспечить развитие производственных отношений первой фазы коммунизма в направлении полного коммунизма. Обеспечить это рабочий класс может только при помощи планомерности. То есть, если имеет место планирование. То есть, планирование вот этого движения и перехода и развития социализма на своей собственной основе и перехода его в полный коммунизм. Чем характеризуется эта планомерность и какие моменты планомерности при социализме должны быть указаны и должны присутствовать. Первая, самая, самая, пожалуй, высшая форма планомерного развития, то есть, форма планирования, это программа социально-экономического развития общества. При этом программа социально-экономического развития должна в качестве ключевых моментов выражена быть программой партии. То есть, в программе партии должны быть выражены ключевые моменты вот этого планомерного развития, как развивается социализм на своей основе в полный коммунизм. И эта программа социально-экономического развития должна увязывать все стороны жизни общества. Она может содержать в наиболее абстрактном виде всю последовательность этапов, которые общество проходит. И к которым, уже к этим этапам, вырабатываются более локальные программы развития, которые определяют наилучшие плановые варианты движения. Ну и, соответственно, в основу долгосрочного планирования уложатся 10-летние, 15-летние, 20-летние планы. И так получается, что вся система экономического развития, социального развития, она подвержена такому структурному планированию. И во главе этой системе, одним из ключевых моментов этой системы планирования, как я указал, является, вообще говоря, партийная программа. То есть, программа коммунистической партии. Это планирование выражает позитивный момент, момент движения прогресса в социализме. А какой момент противоположный этому движению? Нам всегда нужно указывать два момента, изучать два момента и указывать на их единство. Второй момент связан с тем, что, вообще говоря, хотя мы все и запланировали, и в социальной жизни, и в экономических отношениях, производственных имеется в виду, Познать всю полноту отношений невозможно. Почему? Потому что само познание имеет некоторые пределы. Можно познать до какого-то предела. А раз так, это значит, что спланировать все до конца все равно не получится. То есть, будут элементы в этом плане, связанные со стихийностью. То есть, элементы стихийности в планировании, они присущи просто любому плану, поскольку план есть, на самом деле, прообраз наилучшего с точки зрения общественных интересов, пути развития экономического, социального и так далее. Ну, и поскольку элементы стихийности будут в любом плане, они есть и в плане социалистического развития, соответственно, которые, эти элементы, отрицают этот план в самом плане. Но это не только, на самом деле, не только элементы стихийности в плане социалистического развития присутствуют, Но и поскольку есть попытки отдельных лиц, как мы уже говорили, поставить во главу угла свои особые интересы, они, эти попытки, проявляются в так или иначе, в планировании. Ну, и вот, если говорить о планомерном движении от социализма к полному коммунизму, то это противоречие между, значит, это движение в более конкретное противоречие, которое я указал, это противоречие между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации, которые разрешаются по линии поступления, наступления, последовательного наступления на стихийность и укрепление социалистической планомерности, которая достигается благодаря борьбе за планомерное осуществление государственных интересов, и при которой всячески используется система государственного централизованного управления. То есть, для того, чтобы было движение по реализации планового движения от социализма к коммунизму, необходимо, чтобы вся вот эта система была увязана государственным плановым централизованным управлением, а это значит, что государство должно быть, обязательно быть государством диктатуры пролетариата, опять же, поскольку в данном случае экономические интересы, которые обеспечиваются государством, корнем их являются экономические интересы рабочего класса. Соответственно, необходимо вот это централизованное государственное управление, и по линии этого централизованного государственного управления и его, на самом деле, усиления, разрешается вопрос противоречия, связанное с планированием и стихийностью. Таким образом, здесь можно сказать, что если отказаться от государственной системы централизованного управления и государственной системы планирования, потому что, на самом деле, никаким другим образом вот эту систему планирования ее не обеспечить, ее может обеспечить при социализме только государство диктатуры пролетариата. Ну и, соответственно, именно государственные директивы предприятиям должны даваться, должны быть директивные планы спускаться, распространяться по предприятиям, и за все за это должно отвечать государство, которое увязывает все эти планы в один большой централизованный план и обеспечивает централизованное управление. Но если мы говорим о том, что вот это плановое движение обеспечивается государством, следовательно, возникает еще одно противоречие, потому что государство – это аппарат насилия до господствующего класса, это аппарат, который использует рабочий класс в своих интересах, но этот аппарат, естественным образом, имеет в самом себе, опять же, противоречия. И противоречия эти связаны с тем, что в любом государственном устройстве есть элементы карьеризма, элементы бюрократизма, элементы ведомственности, элементы местничества. И все вот эти элементы, они противостоят социалистическому характеру системы государственного планирования. То есть, с одной стороны, нужно обеспечивать в этом государственном централизованном планировании социалистический характер, то есть направление движения к полному коммунизму. С другой стороны, этому самому характеру противостоят, в системе государственного управления противостоят элементы карьеризма, бюрократизма, ведомственности и местничества. Получается, что на самом деле эти элементы нельзя просто с ними бороться, вырезать их каким-то образом хирургическим путем. Их можно только преодолеть. А каким образом их можно преодолеть? Преодолеть их можно таким образом, что рабочий класс все больше и больше должен участвовать, поскольку носитель общественных интересов должен участвовать в управлении всем обществом и всем социалистическим производством. То есть, рабочий класс должен как можно больше и как можно более полно вовлекаться в систему управления. Таким образом, и рабочий класс вовлекается, естественно, и другие члены общества вовлекаются. И таким образом, как указывал Владимир Ильич, происходит борьба с бюрократизмом. Все должны стать на определенное время бюрократами, тогда никто не будет бюрократом. Вот мы рассмотрели в социалистическом обществе, мы рассмотрели те противоречия, которые им присущи. Причем рассмотрели противоречия от самого абстрактного к наиболее конкретным формам этих противоречий. Понятно, что по каждому противоречию еще много чего сказать. Можно уточнить в цифрах, в конкретных решениях, в конкретном движении разрешения этих противоречий. Но можно сконцентрироваться на основных моментах. Необходима диктатура пролетариата. От нее нельзя отказываться. Необходима постоянная классовая борьба, от которой тоже нельзя отказываться. В направлении борьбы за полный коммунизм. Необходимо централизованное управление. Необходимо обеспечивать директивное управление промышленностью, хозяйством. Необходимо преодолевать товарность в экономике. Если мы рассмотрим движение по этим направлениям основным, то мы увидим, что с середины 30-х годов в Советском Союзе был построен социализм. И началось движение преодоления тех родимых пятен социализма по направлениям, которые я указал. Происходит, мы знаем, что начинается планирование. Устанавливаются сначала пятилетние планы. Потом длительность этих планов увеличивается. Обеспечивается диктатура пролетариата. Государство является государством диктатуры пролетариата. Обеспечивается также плановое взаимодействие между различными отраслями социалистического хозяйства. Например, взаимодействие между различными формами общественной собственности. Как то государственная собственность и собственность колхозов обеспечивается за счет и планирования взаимодействия этих двух форм собственности. Обеспечивается за счет ведения МТС, машинно-тракторных станций. И за счет планирования закупочных цен. То есть, это все происходит и противоречия социализма разрешаются в направлении полного коммунизма. Ну и что происходит к 60-м годам? Какая картина складывается? Происходит в 62-м году на очередном съезде, на 22-м съезде отказ от диктатуры пролетариата. К этому же времени уже начинает распадаться, вот это вот две формы собственности начинают распадаться, поскольку происходит отказ от МТС. Дальше происходят в экономике экономические реформы, которые ставят во главу угла валовые показатели, а не показатели экономии труда как такового. И здесь как раз переход непосредственно уже к товарному производству, движение в сторону товарного производства. В теории также начинаются попытки борьбы за то, что социализм является товарным производством, и нужно вводить элементы товарности в социализм. И таким образом можно сказать, что начиная с 62-го года по всем направлениям противоречий социализма происходит движение в сторону регресса, движение в сторону капитализма. Ну и исходя из этого можно указать, что на самом деле в это время начинается переходный период от социализма, как коммунизма в первой фазе, к капитализму. Появляются уже элементы капиталистического производства, соседствующие с рядом социализмом. Хотя еще вроде как наблюдаются движения, скажем, по-прежнему раздают трудящимся какие-то блага из общественных фондов. По-прежнему это можно наблюдать, но в экономическом базисе, и как я указал по всем противоречиям, идет откат и движение в сторону капитализма. Ну и в 90-х годах капитализм получает свое наличное бытие. И для того, чтобы нам сейчас изучать тот капитализм, который мы имеем сегодня, нужно опять же использовать диалектический метод. Никакого другого метода у нас нет. И когда мы говорим о сегодняшнем капитализме, нам нужно говорить о том, что он в своей основе имеет то же самое абстрактное противоречие, на которое указал Маркс. Это противоречие между уже такой общественной формой производства и частной формой присвоения результатов труда. Но наш капитализм, который мы имеем в России, он имеет, поскольку он является снятым от социализма, он имеет в себе как раз те самые отпечатки социализма в себе самом. И вот эти противоречия, которые мы имеем в капитализме сегодня, они имеют те же самые отпечатки. И эти отпечатки влияют на те противоречия, которые сегодня наблюдаются в российском капитализме. Ну, в частности, поскольку наш капитализм развился из социализма, да, у нас не было такого последовательного движения развития товарного производства и укропнения производителей на основе развития средств производства. Большинство наших домороченных капиталистов, в общем-то, раздербанили общественную собственность социалистическую и получили средства производства в свое пользование, в свою собственность именно на таком основании. Они не развивали их средства производства, не двигались, как в классическом капитализме. То получается, что часть капиталистов хочет действовать в соответствии с диалектическим развитием капитализма самого. То есть, развивать собственные средства производства, развивать капиталистическое производство. А часть капиталистов, они, собственно говоря, смотрят на более крупного хищника, смотрят в рот империалистов Запада, в основном на Америку. И хотят дограбить, доуничтожить, в общем-то, то производство капиталистическое, которое есть на данный момент в России. То есть, вот такое противоречие, это противоречие между этими двумя группами капиталистов, оно налицо. Да, оно не является основным, оно является одним из противоречий наблюдаемого капитализма в России. Но это противоречие, если мы хотим познать современный капитализм, капитализм России нужно непременно вскрывать и указывать. Можно говорить, да, я уже должен заканчивать, значит, можно говорить и о других противоречиях, которые характерны для сегодняшнего капитализма. Но что важно указать в самом конце? Значит, то движение, которое я попытался сегодня развернуть, то движение, на самом деле, вот, движение противоречий социализма в таком виде было открыто и раскрыто Михаилом Васильевичем Поповым. И вот его можно, подробное описание можно найти в его монографии. Как я сказал, противоречия развития капитализма раскрыты у Карла Маркса в «Капитале». И для того, чтобы нам осознать и понять, как движется современное общество, что нужно делать для того, чтобы современное общество двигалось в направлении прогресса, нам никуда от диалектики не уйти. Поскольку все, что я говорил сегодня, имеет отношение к противоречиям, я, собственно говоря, сегодня ни о чем другом, кроме как противоречиях, не говорил. А единственная такая наука, которая изучает противоречия как таковые и систематизирует противоречия как одну из категорий в развитии категории от простого к сложному, это наука логика, диалектика, которая изложена в учении, в труде наука логика Фридриха Вильгельма Гегеля. И, собственно говоря, эту науку нам придется изучать, если мы хотим познать современное общество и раскрыть то, в каком направлении это общество должно двигаться и каким образом это общество нам необходимо преобразовывать. Поэтому, дорогие товарищи, изучайте диалектику, без диалектики, без диалектики понять общественное движение невозможно. Спасибо. Спасибо. Но еще нет ни окончания. Вопросы. Так, первый вопрос. Кирилл Валерьевич, давайте рассмотрим борьбу тенденций и рост снятия противоречий на примере современного Китая. Куда идет В.А. Чулькин? Так, значит, давайте рассмотрим борьбу противоречий на примере современного Китая и те тенденции, которые ему присущи. Я сразу же скажу, что я специалистом по Китаю не являюсь, но, тем не менее, можно сказать, что первое, с общей такой точки зрения, первое, в Китае произошла социалистическая революция. То есть, Китай – это социалистическая страна, в которой еще не построен социализм. Социализм в Китае не построен. А что это значит? Это значит, что там идет переходный период от капитализма к социализму. Чем закончится этот период, мы не знаем. Может быть, он закончится победой капиталистических тенденций и в Китае будет опять установлен капитализм в своем наличном бытии. Может быть, победит социалистическая тенденция. Для того, чтобы сказать, что происходит в Китае, надо изучать, как эти секторы, экономические сектора китайского производства соотносятся друг с другом. Но, по крайней мере, то, что я знаю, что сектор государственного производства в Китае занимает большую роль. То есть, это сектор, который… госкапитализм, извините. Это сектор, в котором произошла национализация предприятий. То есть, предприятия принадлежат уже государству диктатуры пролетариата в Китае. И эти предприятия так или иначе увязываются, их работа увязывается в… подчиняется плану, который коммунистическая партия Китая, как я понимаю, организовывает. Ну, и, соответственно, там есть значительный капиталистический сектор. Мы это знаем. Но, вот, как бы, из тех тенденций, которые я вижу, капиталистический сектор, крупные капиталистические предприятия Китая, да, там всякие Алибаба, вот эти вот такие крупные, которые, по крайней мере, на слуху, они очень сильно регулируются государством. То есть, коммунистическая партия там на них большое влияние имеет и так или иначе их ограничивает. Сказать, еще раз, сказать о том, сколько продлится вот этот переходный период и какие тенденции победят на данном этапе, возможности не представляется. Это вопрос, как я уже сказал, вопрос борьбы. Какие тенденции победят, такие так и будет развиваться Китай. Следующий вопрос. Товарищ Маленцов задает вопросы. Вы постулировали, что в любом явлении всегда есть противоречия. В чем состоит противоречие в политике РПР? Значит, я бы сказал так. Здесь, во-первых, категория противоречия, да, она есть не только в явлении, но и там в законе, да. В явлении все-таки это то, что мы видим вот на поверхности. Конечно, оно, вот это противоречие на поверхности каким-то образом отражается. Ну и, естественно, в рабочей партии России есть противоречия, которые были в всю историю развития коммунистической партии. Это противоречия, связанные с оппортунизмом. Противоречия связаны с тем, чтобы фокусироваться не на основных задачах рабочего класса, а фокусироваться на всякой такой, вроде бы как очень важной работе, но вот мелкой. Из этого оппортунизма, собственно говоря, вырастают более серьезные противоречия. Этот оппортунизм дорастает до непосредственного прямого ренегатства, искажения марксизма и совращения марксизма всяческого. Ну вот, скажем, рабочая партия России, она старается очищаться от тех товарищей, которые встали на этот путь и противоречия таким образом разрешать. Ну вот, скажем, один из товарищей, который некоторое время назад РПР покинул, недавно выступил с таким революционным, я бы сказал, открытием, что кроме тех классов, которые мы знаем в марксизме, существует класс служащих. Что служащий – это отдельный класс, его надо прямо выделять и рассматривать как класс. Ну, это вот прямой ревизионизм марксизма, естественно, который к марксизму уже никакого отношения не имеет. Но мы с товарищем расстались, возможно, вовремя. Вот эти противоречия в политике и практике РПР присутствуют и разрешаются они только тем способом, что партия очищает сама себя. Вы характеризовали госкапитализм как национализированные средства производства, но не включенные в плановое ведение. Где вы взяли это определение? Можно ли утверждать, что до первой пятилетки социалистического уклада в советской России не было? Значит, утверждать так нельзя, поскольку речь идет не только о плане непосредственном, когда речь идет о первой пятилетке, но и также не только о подчинении конкретному плану, но и подчинению именно цели социалистического производства. Какова цель социалистического производства? Она заключается в обеспечении полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. План, естественно, обеспечивает также эту цель. Если предприятие национализировано и оно подчинено этой цели, то можно сказать, что оно является социалистическим предприятием и включается в социалистический сектор производства, социалистический уклад. Если предприятие просто национализировано, но работает по всем, все делает то же самое. То есть, никаким образом его показатели не планируются. Ни в пятилетнем плане, ни в каком-либо другом плане. Это значит, что оно работает еще по капиталистическому. То есть, оно наружу, со всеми другими экономическими агентами работает, как такой крупный капиталист. Соответственно, это называется госкапитализмом. Взял я это у Владимира Ильича Ленина. Так, третий вопрос. Каково будет основное противоречие в полном коммунизме? Или там, или его там не будет. Значит, если бы я сказал, что противоречия при полном коммунизме не будет, я бы, собственно говоря, противоречил бы сам себе. Я только что сказал, что противоречие является основанием любого развития. Поскольку при коммунизме, естественно, будет развитие, будет движение простого к сложному, низшего к высшему, то противоречия в коммунизме будут. Какую форму эти противоречия при полном коммунизме будут иметь, сказать сложно. Но, по крайней мере, противоречия между старым и новым, когда что-то новое возникает, какие-то новые идеи в производстве возникают новые идеи, они всегда противоречат старому. Они всегда, новаторские идеи какие-то, они противоречат старому. И вот в любом случае, вот это вот противоречие между нарождающимся новым и старыми идеями, оно будет как-то выражаться при полном коммунизме. Каким, еще раз, какая конкретная форма выражения этих противоречий получат при полном коммунизме, сказать на данный момент сложно. Давайте разберемся с неполным, неразвитым коммунизмом и тем, как этот неполный, неразвитый коммунизм переходит в полный, развитый коммунизм. Развивается на собственной основе. Рабочий класс по сравнению с интеллигенцией находится при социализме в худших условиях. Почему? Заработная оплата выше, бытовые условия примерно одинаковые, характер труда, ведь по труду оплата. Рабочий класс не эксплуатируется. Почему? В худших условиях. Значит, первое, надо что сказать, спасибо за ваш вопрос, действительно, оплата идет по труду. И это является, кстати говоря, не коммунистическим формом распределения по труду. Это не коммунистическая форма распределения. Коммунистическая форма распределения – это распределение каждой по способности, каждому по потребности. То есть, это распределение по потребности. Ну, а если вы говорите о том, почему интеллигенция при социализме находится в лучших условиях, то я все-таки рекомендую, во-первых, ну, можно посмотреть на то, как вот жила интеллигенция при Советском Союзе, да, в общем-то, у товарищей интеллигентов были там хорошие квартиры, зачастую в центре города, они вели там спокойную работу, писали в книги, книги, статьи, как-то вели свою трудовую деятельность, и давайте сравним это с трудом рабочего в шахте, в забое. Сколько бы он ни получал, его труд все равно значительно, он работает в худших условиях, поскольку на него возложена вся норма производительного труда, то есть рабочий класс по-прежнему на себе не тащит всю ношу производительного труда. Вот когда интеллигенция, и, кстати говоря, при Советском Союзе такая форма была, товарищи интеллигентов, по крайней мере, там, профессоров, вывозили на картошку, и они очень сильно страдали от этого. Вот. Что? Страдали, страдали, и сейчас вы можете в воспоминаниях почитать этих граждан, как они страдали там на этом... Я такая гражданка. А? Я такая... Да, но я не говорю, некоторые граждане понимали, что они не должны перекладывать, некоторые товарищи понимали, что они не должны перекладывать свою часть производительного труда только на плечи рабочего класса. И выполняли свою часть производительного труда, так сказать, нормально брались за этот труд. А некоторые граждане как раз, они страдали от этого, и сейчас вот можно в мемуарах этих граждан об этом почитать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, пока все члены общества не участвуют так или иначе в производительном труде, рабочий класс будет находиться в худших условиях, поскольку все классовые различия еще не преодолены. Переходим к выступлениям. Товарищ Никифоров. Так, во-первых, хочу поблагодарить Кирилла Валерьевича. Очередной толчок, можно даже сказать, пинок к тому, чтобы изучать диалектику. Честно скажу, что я этим занимаюсь, но иногда дело-то тяжелое все-таки, особенно когда начинаешь читать первоисточники Гегеля, то, ну, вторая, третья, там, пятая страница. Приходится отступать, потом опять к этому возвращаться, но без этого нам, конечно, никуда не деться. Так что вот, большое спасибо, конечно, за это. Кирилл Валерьевич говорил о отрицании социализма самим собой, и это проявляется в наличии родимых пятен. Но ни слова не сказал, кто является материальным носителем этих материальных пятен. Они что, в воздухе где-то, в атмосфере, я не знаю, на небе? Совершенно непонятно. Дальше было сказано, если я не слышался, о мелкобуржуазности, которая присуща всему обществу. Всему, не всему, но очень многих, да. Но при этом, опять-таки, мелкобуржуазность, она имеет своих носителей конкретных или нет? Не ясно. Было сказано, что при социализме нет классов, нет антагонизма, но есть классовые различия. Подождите, если есть классовые различия, то они могут быть и антагонистические, ведь классы – это большие группы людей, которые отвечаются по их роли в системе общественного производства, там далее, и в том числе по размеру общественного богатства, которого они получают. Отношения могут быть как не антагонистические, так и антагонистические. Мелкобуржуазная среда, извиняюсь, она как раз хочет себя побольше приобрести за счет других. То есть это явные антагонистические различия. И тем не менее, вот как-то не поворачивается язык у лектора сказать, что на самом деле существовал класс мелкой буржуазии, что я постоянно подчеркиваю и с чем не согласны, кстати, руководители нашей партии. Следующее, но такое применение диалектики, а диалектик подразумевает, я бы сказал, что это инструмент, она подразумевает, что понятия, осуждения, заключения, они должны быть истинными. То есть именно диалектику волнует этот вопрос, в отличие от формальной логики, которая может оперировать, так сказать, вне зависимости от истинности того или иного предмета с ним. И если мы неверно даем начальные условия, то есть неверно определяем состояние общества в данный момент и по ходу движения, неверно оцениваем граничные условия, то есть в каких условиях проходит развитие, то мы получаем, в общем-то, не очень хорошие результаты. Проявилось это в том числе и в волюнтаризме, и в сегодняшнем докладе. То есть было сказано, что в 1962 году в результате отказа в программе партии от диктатуры пролетариата началось движение капитализма. Да нет, уважаемые товарищи, ну то, что в программе произошел отказ от диктатуры пролетариата, это говорит только об изменении соотношения классовых сил, не более того. А если бы не отменили диктатуру пролетариата, что мы бы двигались к социализму? Нет, совершенно. То есть вот как раз заглянуть и оценить состояние классовых противоречий, состояние классов, классовой борьбы, вот этого я так и не услышал. Хотя, в общем, немножечко Кирилл Валерьевич по сравнению с докладами, которые я слушал года два назад, наверное, ну какие-то изменения существуют. Так, ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо, уважили, товарищ Смирянец. Нам было сказано, что, еще раз напомнили, что социализм развивается стихийно, а капитализм развивается стихийно, как бы сам по себе, а социализм строится сознательно. И необходимо должна вестись классовая борьба, и что если она прекращается, то возникает опасность перерождения социализма в капитализм. И что именно это было в известный период и привело к контрреволюции. То есть имело место политическое бездействие партии. Имеет ли право кто-нибудь упрекнуть партию в политическом бездействии? Отчитывается ли перед кем-нибудь партия? А перед кем? А в самом деле подотчетно ли кому-нибудь партия? А как у Ленина? В 43-м томе на 390-й странице и на 392-й написано «Партии больше деловой связи с беспартийными. Коммунистам побольше деловой связи с беспартийными. А как? В какой форме? Коммунисты должны не только общее собрание вести с беспартийными, но даже отчитываться, я на память сцитирую, не реже одного раза в месяц, чтобы у беспартийных была возможность критики коммунистов и всех должностных лиц советских учреждений. На следующей странице я по памяти. И что это и резолюция, это была резолюция принятая. Если она не исполняется, то коммунистам это грозит не только взысканиями, но вплоть до исключения из партии. Как у партий политических, возникших после контрреволюции, на которых так надеялся советский народ, неужто никто не верит, что социализм очень хотелось не потерять, не то что возвращать. И чем скорее это было бы сделано, тем быстрее бы это и было осуществлено. Классовая борьба может затихать, а может и активизироваться. Это и должно было быть сделано. Как у политических партий происходит связь коммунистов с беспартийными? Вот в натуре здесь, например, под сводами этой партии, РКРП, КПСС, беспартийных выставляют в коридор, выставляют подальше, не в первый коридор, а во второй коридор, по дороге к туалету. Указывается место беспартийных в партийной организации. Когда беспартийные приходят в партию, то выскакивает из помещения партии человек, наверное, активный партиец, заколупывает дверки, чтобы случайно беспартийные не услышали, чем живет, чем дышит партия. Почему так долго не восстанавливает советскую власть? Так происходит конкретно связь коммунистов с беспартийными. Партия монополизировала самооценку на свою деятельность. Партия выставляет себе самые высокие оценки за деятельность, только в одобрительном смысле. Пролетарская ли партия? Пролетарская. Ведется ли борьба? Ведется. Результаты есть? Есть. Так считает партия. Это истина в последней инстанции. И на контрасте хочется... Именно в контрасте. Вот сейчас на наших глазах бывший пример контрастный, как строго, самокритично, как честно, по-ленински была дана самооценка рабочей партии о повартунизме, о ревизионизме. Если бы такая же оценка честная, бескомпромиссная была бы дана РКРП КПСС своей деятельности, о том, что наблюдается катастрофическое разделение между практической деятельностью партии и теоретической, то, возможно, классовая борьба, активизировавшаяся, имела бы большие результаты, чем сейчас. Это сейчас ноль. Спасибо. Я хотел бы прокомментировать ответы, которые прозвучали за мои вопросы. Первый вопрос о противоречии политики РПР. Докладщик ответил. На мой взгляд, что противоречие основное? Заявленные цели и конкретно идем к ним или нет. Развитие рабочего движения, товарищи заявляют, что они способствуют своей политике. Я считаю, что ту политику, которую они проводят, не тормозят рабочие движения. В этом заключается противоречие их политике. Почему они тормозят? Я говорил много раз, это отказ от участия, от формы борьбы и участия выборов. Когда их, так сказать, за это как-то критикуют, они все время выворачиваются, говорят, что это не основное. Ну и так далее и прочее. Не буду сейчас называть это. Второе. Товарищ запутался сам и пытается запутать нас по госкапитализму как укладу. У Ленина есть уклад. Но такое определение, которое товарищ говорил вначале, плановое хозяйство, потом, оказывается, не обязательно это плановое. Главное, чтобы характер, цель социалистического производства была. Но это не так все. Действительно, если госкапитализм это предприятие с государственной консенсией, то есть социализированные предприятия, часть капитала, иностранный капитал, в России после революции оставались такие предприятия, но часть, ну, советское государство, социалистическое. Поэтому вот эти предприятия, этого сектора, они были госкапитализмом, потому что частично владели иностранной собственностью. Вот и все. По третьему вопросу, по полному коммунизму, товарищ начал говорить о каких-то противоречиях в технике, новой, старой и прочее. В действительности же вопрос звучал о социальных противоречиях. Первобытный общинный строй, да, разложился, рабовладельческий. Вот противоречие, началось движение до полного коммунизма. Дальше. Это уклад, способ производства окончательный, или там внутри его тоже будет противоречие, будет следующее. Вот это был вопрос. Если нам противоречий нет, это окончательно, значит развитие в данном случае закончилось. Противоречие снято. Никакого больше нет противоречия. Так получается или нет? А если оно есть, значит оно должно зарвать это обществе. Рано или поздно. Будет следующее. Об этом вопрос был. По Китаю тоже, товарищ, здесь я не согласен с этой позицией. Значит, где-то написана диктатура пролетариата у них в китайской программе. И вот товарищ говорит, что там диктатура пролетариата. Переходный период, уже скоро сто лет этот переходный период, и все, он не мог построить социализм. В Советской России, в Советском Союзе, да, социализм строился меньше, чем за 20 лет. Куда в более худших условиях. Ну сейчас, что мешает социалистический сектор построить, социализм построить в Китае? Почему товарищ не видит, что идет как раз расслоение социализма и с уничтожением класса? Посмотрите на социологию. Как уничтожались классовые различия до 72-го года, и как потом они стали нарастать. И почему так? То есть нет анализа, есть какой-то схоластический подход, в программе написано. И вот нужно доказать, что в Советском Союзе произошла диктатура буржуазии в 62-м году, а в Китае диктатура пролетариата. И поэтому там перспектив больше, наверное, да, чем было в Советском Союзе после 62-го года, удержать социализм. Вот и здесь я не согласен с докладчиком. Никакой диктатуры буржуазии в 62-м году не было, и быть не могла. А то, что пошла по другому пути, и вот эти вот негативные тенденции начали набирать обороты, здесь, конечно, можно согласиться, это так и есть. И в Китае это уже самое происходит, негативные тенденции набирают обороты. И никогда оно в таком ключе социализм не построит, какие бы записи оно в своей программе ни делало. Спасибо. Виктор Аркадьевич, пожалуйста. Я тоже начну с того, что надо Кирилла Холевича поблагодарить. Диалектика – это главный из наук. Я до сих пор помню, что мой дед, который стал политруком в гражданскую войну, из империалистической перекочевал в гражданскую, потом дорос до комиссара полка. Хотя ни акти какого образования был, так сказать, с трех-четырех классов сельской школы церковно-приходской, и все остальное – это самообразование, курсы и прочее-прочее. Но железная у него фраза была – диалектика – самая умная наука. Понимаешь, вот это так. И это, конечно, так, потому что это главный инструмент наш. Понимаешь, мы ведь все это изучение ведем для того, чтобы объяснить те явления, которые наблюдаем, которые были, ошибки, поражения, чтобы построить линию на дальнейшем. И, в общем-то, мы эти вопросы много-много раз обсуждали. Если коротко, они отражены в программах партии и РКРП, и рабочей партии России, что классовая борьба при социализме продолжается в новой форме. В форме борьбы тенденций. И когда говорит докладчик о том, что присуще пятна родимой капитализму, в том числе всем и каждому, речь идет о том, что в каждой голове борются эти тенденции. С одной стороны себе вроде как получше жить, семье и прочее. С другой стороны, нацелены на общее дело, знаниями нацелены, убеждениями, еще чего-то. Борьба действительно идет и в обществе, и в классе, и в партии, и даже в одной голове то же самое. Я здесь с ним согласен. Я бы хотел вот на что обратить внимание, что вот на заре, что ли, социализма, первые годы, двадцатые годы и прочее, вот сколько внимания обращалось на обучение, обучение народа вообще, трудящихся масс в частности, значит, и тех, которые в партию примыкали, к большевикам примыкали, которые сознательными строительными обществами пытались. Вот посмотрите, тот же Маяковский. Мы диалектику учили не по Гегелю, прицанием боев, она врывалась в стих, когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали одни. Он хоть и говорит, что не по Гегелю, но Гегеля здесь заложено будет здорово сколько. И посмотрите, вот лучшие, лучшие интеллигенты, да, под портрет Самохвалова, один из самых известных и сверхних художников социализма, да, рисует плакат для системы политучёбы «Социальная теория Маркса», где, отталкиваясь от уровня развития производительных сил, начиная с первобытного общинного строя, дальше разрисовывается всё. Вся надстройка, общественные отношения, способы правления, господствующая идеология, мировоззрение, и пошло-поехало. Мне как-то довелось вот в одной деревне, заброшенной деревне, на чердаке, найти собрание сочинений Ленина третья, красненькая, знаешь, что там было. Вот я его с собой привёз, это было, ну, где-то 80 какой-то там, 9-8, что меня вот так, особенно при них, да, вот у меня дома посмотришь там, ну, есть тома, которые не очень там, я открывал, вот здесь, в каждом доме, почётный, карандашом, с пометками, и так вот. То есть, действительно, вот та составляющая, где говорится о том, что не просто обеспечение полного благосостояния, да, но и свободное развитие всех, вот она имеет очень большое значение, потому что мы в конце концов строим отношения между людьми. Ну, что такое социализм? Это отношения другие между людьми. Это, там, в манифесте записана ассоциация, которая свободное развитие всех становится условием свободного развития каждого, так? И мы вот, прежде всего, должны на эту составляющую смотреть. И когда говорим о том, что, значит, не получалось, где вот эти носители и прочее, прочее, вот здесь оно было во многом заложено. И отвечая на вопрос вот кого-то, почему у рабочих была жизнь хуже, тяжелее, скажем так, не хуже, а тяжелее. Потому что труд был тяжелее, потому что работали больше, а отдыхали значительно меньше. И за счёт сверхурочных, и за счёт того, что отпуск был значительно короче. И по образованию всё это сказывалось. Развитие было возможностей для развития меньше, да? Вкалывали больше, рубли из грунта выкалачивали, а всё это, конечно, по сравнению с сегодняшним днём не сравнишь, тогда из-за рабочих в академика выходили, в директора и прочее, но, тем не менее, тяжелее действительно. И в этой, так сказать, связи, перекидывая мостик, хотел не согласиться с докладчиком относительно китайцев и Компартии Китая. И дело даже не только в том, что, значит, там сейчас ещё переходный период, здесь можно спорить, не спорить, сколько лет прошло. И не в том, что они ещё этот переходный период уже заявили на сто лет вперёд. Они уже заявили, да? Не только в этом. Дело в том, что, мы же сами говорим, что надо смотреть за тенденцией, а не в какую сторону. Разрыв растёт. По количеству миллиардеров они скоро, Соединённые Штаты, перехватят, да? И если при Ленинском НЭПе большевики, класс эксплуататоров, в том числе НЭПМАНов и прочее, прочее, держали в состоянии политических решенцев, они права голоса не имеют, то китайцы в программу записали, и в устав партии, что этот слой является их социальной базой. Понимаешь? Они уже присутствуют и в партии, и в руководстве, и в госорганах, в госсовете, в Китайском Народном Собрании, миллиардер присутствует. Самые крупные, причём, эти деятели. Но самое, мне кажется, показательное и опасное в том, что они не признают этого. Вот если большевики говорили, что это отступление, что это смертельная схватка, или-или, мы вот это понимаем. Смотрите, ребята, нет. Они говорят, что это движение к социализму, это наш путь, это мы там. Вот это, значит, я думаю, что наиболее тревожен, что ли, симптом, хотя все мы понимаем. Значит, ещё раз докладчиком благодарю, но мы все будем учить. Держи, как последний. Скоро пошла в нас дискуссия, не могу отмолчаться. Значит, тема лекции, применение диалектики, это нашу жизнь сложнейшая тема, в которой диалектия я согласен с первым наступающим. Согласен с первым, в общем, только единственным тезисом, надо штудировать, потому что так вот, с контактами её не взять. И сам признались в этом, и вижу, как другие товарищи изучают. Ну, вот я посмотрю, с тремя выступающими, первые, это вы. Ведь Валерич очень, на мой взгляд, популярно объяснил, что есть противоречие переходного периода от капитализма, коммунизма, и противоречие социализма. Какие большие разницы? А вы в своих тезисах противоречие переходного периода пытаетесь стиснуть другой период, социализм. Это нельзя делать. Да, при переходном периоде вроде всё ясно. Вот тебе класс капиталист, вот рабочий, между ними антагонистический интерес. Ну, зачем он разрешается только тем, что устранение надо, капиталистов устранить. Или гражданская война, как наиболее яркая противоречие антагонистического. Есть красные, да, окопы, а вот там, сели, и убивают, и как-то. У кого? У кого? А при стилизме этого нет. Нет этих противоположных классов, нет антагонизма, интересов, поскольку нет противоположных классов. Всё красно. Да, внешне, начали покопаться, внутри есть белизна. У кого-то побольше, у кого-то нет. Вот вы задаете вопрос всё-таки мелкогуржуа, да, вот такая линия в поведении всех членов социалистического общества. Но для как и кто является на сети вот этой тенденции, которые тянут назад нас, ну, прямиком. Для кого вот эта белизна стала главной целью жизни? По выступлениям и товарища Малецова, и товарища Пьютена в отношении Китая. Я поддерживаю Кирилл Владимирович, он очень аккуратно высказался. Вы, как это, в своем выступлении выразили, показали на примерах одну тенденцию. Одну только тенденцию. Я бы могу продолжить. Тоже не считая себя специалистом, но могу еще привести массу примеров. И рост расслоения, да, и рост числа миллиардеров, и много других нехороших факторов, которые нам говорят о том, что там вот эта тенденция капиталистическая живет и растет. Но они находятся в переходном периоде. Но есть и другая тенденция, их тоже надо видеть. Пожалуйста, я приведу один пример. Ну, сколько будет длится переходный период? А может, не что, может, если, ну, не знаю. Страна-то большая. Вы смотрите, что они решили. В этом году, да, ну, объявлено, что Китай решил очень важнейшую задачу. Ликвидировал? Что? Ликвидировал. Голод. Голод. Удивительное дело. И что, у нас есть товарищи, которые думают, что 7 ноября 2017 года, да, в России рабочий класс взял в власть, и 8 ноября у нас будет обеспечено полное благосостояние и, так сказать, свободное, таксвободное всестороннее развитие всех членов общества. Ну, на юночек. Так вот, этих голодных было, я думаю, не одна сотня миллионов. Если в России 140 миллионов населения, там почти полтора миллиарда. И вот они за эти десятилетия решили эту первую задачу. Так вот, ликвидация голода, в этом году ликвидировали, ну, сказать, голод в стране. Это и сериализация цели социалистического производства на данном этапе развития этой конкретной страны. То есть, надо, мне кажется, здесь поглубже как-то изъезда. Взять эти тунны и сам нить в единстве посмотреть, какая берет вверх. А не так вот видеть только одну сторону, и на основании этой стороны делать вы, да, значит, неправильные будут выводы. Спасибо. Заключительное слово. Спасибо, дорогие товарищи, за ваше выступление. Я хотел бы отметить лишь один факт, что вот, исходя из выступлений, которые мы услышали, у нас лекция была по диалектике. И мы обсуждали диалектику. А вопросы, которые вот связаны с этим, практически касаются всех аспектов жизни. Это нам говорит о том, что для того, что диалектика, она и есть сама жизнь. То есть, она изучает саму жизнь. И связана с очень многими вопросами, нашими жизненными, и по которым нужно и спорить, по которым нужно высказываться. Но, возвращаясь действительно к самому первому выступавшему, я хочу присоединиться к первому ТЭДИСу. Диалектику нам по-прежнему надо штудировать. Спасибо, дорогие товарищи. Спасибо вам. Дорогие товарищи, у нас тут занятие заканчивается, каникулы. Рекомендация датная. Изучать науку и логики. Капитал Маркс, основное произведение марксизма, и произведение Ленина, Сталина. Значит, мы встречаемся первый четверг февраля. Третий февраля. То есть, первый четверг февраля. Ход по клавиатуре. Пожалуйста, принимайте сведения в руководстве. Спасибо. Продолжение следует.